Здравствуйте, товарищи! Публикация прошлой записи митинга вызвала вопросы, поэтому я записал комментарии по ситуации в целом и конкретно по выступлениям на митинге. Этот формат в каком-то смысле экспериментальный, поэтому напишите в комментариях, нужно ли его продолжать. То, что сейчас происходит с совхозом имени Ленина, на самом деле это не единичный случай. Для начала скажу про ситуацию в целом. То, что сейчас происходит с так называемым совхозом Грудинина, нет ничего удивительного. Это наглядная демонстрация того, почему бизнесмен не может быть политиком одновременно. Для тех, кто не знает, повторю. Во-первых, потому что бизнесмен, попадая во власть, начинает в первую очередь двигать свои собственные интересы, интересы своего бизнеса, порой в ущерб своим же избирателям. Во-вторых, потому что если этому бизнесу устроить неприятности, вот как сейчас например, то бизнесмен бросает все и бежит спасать свой бизнес, чтобы не лишиться своего же дохода. А если он претендует на какую-то оппозиционность, то эти неприятности практически неизбежно будут. В какой-то мере КПРФ Грудинина просто подставила. Он-то думал, что тихо мирно поработает пару месяцев спойлеров на выборов, получит за это каких-то плюшек и вернется к своей клубнике. А неожиданно для себя оказался в лидерах оппозиции. С другой стороны, он сам уже далеко не мальчик, должен был понимать, чем рискует. Это же, кстати, касается такого оппозиционера, как Ищенко и прочих КПРФ-ских капиталистов от народа. Поэтому, чтобы быстро определить, чьи интересы выражает политик, достаточно выяснить, откуда у него деньги. На этом, кстати, основан многократно опровергнутый, но упорно продвигаемый всякими псевдоисториками миф про немецкие деньги большевиков. Подобные вещи, когда пытаются уничтожать народные предприятия, происходят по всей стране. Вообще, я очень люблю выступления руководства КПРФ, их можно разбирать на цитаты. Не уровень Вечерномырдина, конечно, но тоже ничего. Вот сейчас, когда подходил мужчина, у нас в крае точно так же пытаются уничтожить колхоз. В общем-то, у нас уже 30 лет нет такой организационно-правовой формы, как колхоз или совхоз. Даже знаменитый грудинский совхоз имени Ленин по факту является обычным акционерным обществом. А слово совхоз – это просто часть его названия. Вы подойдете потом, выступите, да? Мы дадим вам слово. Что сейчас происходит? Все знают, что в 2024 году пройдут выборы президента. И на этих выборах самым сильным кандидатом, это естественно, будет Павел Грудинин. Посмотрите, КПРФ опять готовится выставить Грудинина в качестве спойлера. При том, что после выборов 2018 года он показал себя полным тюфяком и никак не стал бороться за пересчет голосов, несмотря на очевидной фальсификации. Кто постарше, тот еще помнит предательство Зюгана в 1996 году ровно по этой же схеме. И сейчас власти, он очень неудобен нашей власти. Он своей работой, своим колхозом показал, что даже в наших условиях, в условиях капитализма можно создавать очаги социализма. И еще смотрите, КПРФ не ведет речь о взятии власти. Не собираются создавать очаги. Чем у нас закончился социализм в отдельно взятой стране? Вот то-то же. Он показал, что человек труда может получать честную достойную зарплату. Он показал, что человек труда может жить и быть уверенным в своем будущем. Например, как сейчас, когда они теряют работу из-за того, что их руководитель Грудинин взялся постражить место Зюганова на президентских выборах. Он показал, что могут выполняться все социальные гарантии даже внутри капиталистической воровской страны на примере одного своего предприятия. И сейчас он стал очень неудобен власти. Моня, вы таки делаете мне смешно. Вот сразу после президентских выборов, когда Грудинин мог не признать их результаты, вывести народ на улицу, его побаивались. А сейчас он никому нафиг не нужен и никому не опасен. Но все же правильно говорит-то. Только вот забывай добавить, что проблемы-то у Грудинина начались из-за его же собственных решений. Мы здесь сегодня собрали. Сегодня митинги проходят по всей стране. Они только в Приморском крае проходят, во Владивостоке, в Накотке, в Уссуинске проходят митинги в поддержку совхоза. Мы хотим сказать нет. В советское время его бы непременно спросили, кто это мы. Народ был более политически подкован. Нет разграблению, нет развалу народного предприятия. Мы хотим сказать да Павлу Грудинину, да социалистическому хозяйствованию, да людям, человеку труда. Но подходите, сейчас слово предоставляется первой шректорю Приморского краевого отделения КПРФ Долгачёва Анатолия Николаевича. Товарищи земляки-приморцы, жители Владивостока, мы с вами наблюдаем в очередной раз позицию власти по отношению к неугодным, к тем, кого они боятся. И боятся причем очень страшно. Нужно отметить, что в январе, когда у нас шли протесты против ядерного могильника, на площади еще не было никакой ярмарки. Администрация запретила КПРФ проводить митинг на площади, сославшись на то, что там теперь, дескать, храм. При том, что храм этот еще не сдан, по закону не является культовым учреждением и закон на него еще не действует. Но КПРФ митинг послушно отменил и пошло судиться в буржуазный суд. Теперь вот администрация придумала ярмарку. Пойдет ли теперь КПРФ судиться снова? У нас по телевизору говорят про Сирию, про Зеленского, кучу других новостей, но ни слова о том, что банкротят лучшие предприятия в стране. Кстати, здесь он совершенно прав. Если раньше центральной темой было что-то мухохлов, теперь эта тема всем надоела. И вам скармливают очередной мусор, чтобы вы не отвлекались на реальные проблемы в стране. Здесь заработная плата обычного рабочего человека 70 тысяч рублей. Представьте, 70 тысяч. Здесь нужно спросить, как считали. Это ведь явно не минимальная зарплата. Если это средняя, то это еще ни о чем не говорит. Вспоминаем анекдот. Кто-то ест мясо, кто-то капусту, а в среднем все едят голубцы. У нас тракторист в селе получает 15, а там 70. Конечно. Здравствуйте. Конечно. Микрофону, видимо, стало стыдно, что у него такие глупости говорят. Конечно. Безусловно, из-за этого они его боятся. Боятся, что не могут предоставить Грудинину альтернативы. Так, подожди. Может, там строят очаги социализма, разве нет? Или вот если бы ему дали альтернативу, то никакого кипиша со стороны КПРФ бы не было? Потому что этой альтернативы за 25 лет в условиях правления капиталистов не получили. Именно поэтому сегодня банкротят лучшие хозяйства. Грудинини не один в стране. Есть предприятие «Свинокомплекс» в Иркутской области, Усольский. Есть предприятие «Звениковский» мясокомбинат, «Мариэл». Какая форма у этих народных предприятий? Тоже акционерное общество. А кому принадлежат крупные пакеты акций в этих народных предприятиях? Но их не показывают. Об этом только красная линия, партийная наша КПРФ, коммунистическое телевидение говорит. А власть об этих примерах не говорит. Потому что им стыдно. У них нет хозяйств. Капиталистический рынок сегодня фактически поглотил все. Село душат. Молодежь из села убывает. Много говорят о молодых специалистах, но этих специалистов молодых стали не догнать всего. Что им предоставляют? Квартиру. 25 тысяч рублей. А жить на что? Кормиться с нагорода. А когда этот нагород выращивать, если ты должен работать сутки напролет? Именно поэтому они боятся не только Грудинина, но и программу КПРФ, с которой вышел Павел Николаевич на эти выборы. Сегодня по всей стране мы заявляем, каждый из нас Грудинин. Если каждый из нас Грудинин, то где мой совхоз? По одиночке, конечно, можно сломать. Околомали не раз сильные личности, олигархические системы. Капиталисты очень боятся сильных людей, но еще больше они боятся тех, кто умеет объединять. Он опять говорит о личности, но с другим качеством, организаторскими способностями. Капиталисты же боятся солидарных действий класса, а не одиночных личностей. Один человек сам по себе ничего сделать не может. Кто сумеет объединить коммунистов, например, и защитников, скверов. Мега идея КПРФ. Давайте все объединимцы под нашим руководящим началом. Но только если почитать того же Ленина, он прямо говорит, что организационное объединение часто вредно, но тактическое сотрудничество необходимо и желательно. Ну и знаменитое, прежде чем объединиться, нам надо решительно размежеваться. Тех, кто выступает против точечной застройки, тех, кто умеет вести за собой народ. Именно поэтому сегодня Грудинин как кость с горли. Вообще-то сила коммунистов в упоре на массы и привлечение трудящихся масс в политику. Если у вас вся работа разваливает из-за того, что устранили одного-двух людей, то это не движение, а какая-то вождистская хрень. Сел Удальцов, все, нету левого фронта. Вышел Удальцов, есть левый фронт. Пускай нас сегодня мало пришло, пускай нас немного, но каждый из нас это рупор. Каждый из нас это знамя Грудинина. На заре интернета говорили, отучаемся говорить за всю сеть. Поэтому, товарищи, еще раз мы должны сегодня заявить не в подкротству народного предприятия. Так, ладно, давайте промотаем чуть дальше. Я предлагаю на нашем сегодняшнем митинге включить в нашу резолюцию требования, которые были единогласно приняты 12 июня в городе Москве. Первое. Начать процедуру народного импичмента Путина как нелегитимного президента Российской Федерации. Роспуска правительства Государственной Думы и Совета Федерации. В общем-то, вы можете требовать все, что угодно, хоть объявление Грудинина межгалактическим императором. Но тут встает вопрос. А если в Кремле откажутся, что вы сделаете? В суд подадите? Второе. Передать всю полноту власти в руки правительства народного доверия, сформированного коалицией всех национально-социально-ориентированных объединений граждан. Третье. Провести люстрацию и изгнать с работы всех, запятнавших себя противоправными преследованиями и заказными решениями судей и сотрудников все новых структур. Товарищ, мелко плавайте. Требуйте сразу установления коммунизма со следующего понедельника. И чтобы олигархи сами с собой в ГУЛАГ садились. И галушки в рот прыгали. Четвертое. Созвать конституционное собрание для проведения реформы Конституции путем всероссийского референдума по принятию народной Конституции, подготовленной на основе предложений всех национальных, социальных, ориентированных объединений граждан. А вот это уже интересно. Я напоминаю, что прошлой осенью тема изменений Конституции уже всплывала, причем несколько раз. Для чего это может быть использовано? Ну, например, для того, чтобы продлить полномочия на третий срок подряд. Или для того, чтобы превратить страну из президентской республики в парламентскую. Того же Путина поставить премьером. Место Медведева. Прошлой весной такой фокус попытались провернуть в Армении, но там, к счастью, народ быстро сообразил, что к чему, и затея пошла явно не по плану. Теперь там другое правительство и другой премьер. Для выполнения поставленных задач сформировать коалицию избирателей Павла Николаевича Грудинина из граждан, которые поддержали его на выборах в 2018 году. Здесь нужно спросить, сколько из них отмобилизованы и готовы долгосрочно что-то делать, кроме как разово бросить бумажку в урну. Россия должна стать суверенным государством народной свободы и справедливости. Кто за это, прошу поддержать и внести в резолюцию. Да здравствует социализм, да здравствует народная власть, которая избавит от бед и страданий наших детей и внуков, которая создаст рабочие места, которая сделает так, что люди, уходя на пенсию, будут себя считать свободными от всяких преследований со стороны власти. Я уверяю вас, только социалистический путь развития избавит нас от бед и страданий. Ну а, конечно, в поддержку Павла Николаевича сегодня действительно проходят все митинги по всему краю. Я вот сейчас только что прибыл с Большого Камня. К слову сказать, 22 апреля там установили памятник Владимиру Ленину, а сейчас готовят памятник Иосифу Ивановичу Сталину, который будет установлен 21 декабря рядом с памятником Ленина. Если КПРФ всерьез думает, что заставив всю страну памятников в вождей, мы автоматически перейдем к социализму, то нет, это так не работает. Украине, по крайней мере, явно не помогло. Так, держать. Спасибо за внимание. И еще чуть дальше. И наша резолюция об отставке президента, об импичменте, об отставке правительства, я настаиваю на этом, по защите народных предприятий, по, в конце концов, действительно, по тому, как сделать, чтобы народ оказал доверие, и мы победили, и у власти стало народное правительство, вот об этом надо говорить. И не только убеждать друг друга, но каждого, кто живет с вами рядом, каждого родственника, каждого, кто работает с вами, только тогда будет набрана критическая масса, только тогда на выборах, без революции. Фирменная фишка КПРФ. На выборах, без революции. Понимаете, в чем дело? Революцию готовят не какие-то там подпольщики революционеры. Революцию, вообще-то, готовят, в первую очередь, сами власти, своей собственной политикой. То есть, в какой-то момент восстание все равно произойдет вопрос в том, кто его возглавит, интересы какого класса он выражает. Может произойти вот это вот желаемое. Но на это волне я бы хотел дать слово. избранному губернатору Приморского края, коммунисту Андрею Вищенко. Коммунисту, который, на самом деле, победил в Приморском крае. И мы знаем, как и как его у него украли победу. Друзья, всем крэй. Спасибо всем большое, кто здесь собрался. В 2018 году, летом, я, наверное, уже предвидел, что у нас будет второй тур выборов. Здесь он пытается выдать желаемое за действительное. О втором туре, в конце августа, говорил ровно один политолог. И тогда это мнение считалось мардинальным и никем не воспринялось всерьез. И да, насколько я помню, летний съезд КПРФ изначально вообще хотел выдвигать в губернатора Самсонова. Был даже небольшой скандал на эту тему. Этот же самый съезд в ноябре того же года не выдвинул Ищенко в качестве кандидата в губернаторы. В результате его зарубили муниципальным фильтром. Я не знаю, в каком хрустальном шаре он высмотрел сентябрьский второй тур еще в середине лета, но рекомендую этот шар выкинуть, поскольку он по ходу сломался. И в мае-юне месяце я собрался, одел футболку красную с надписью «Красный губернатор» и приехал в приемную совхоза имени Ленина. До этого я Грудинина не видел вживую ни разу. Он вышел из своего кабинета, это обыкновенный рабочий красный директор, и говорит, ты откуда здесь взялся? Я говорю, я приехал из Приморья, из Владивостока. Он говорит, а зачем? Какой-то красный губернатор улыбнулся. Ну, говорит, давай, заходи ко мне. Через 15 минут я зашел к нему в кабинет, мы с ним обстоятельно поговорили и договорились о чем? Что если в Приморском крае в сентябре 2018 года будет второй тур выборов, приморцы поддержат представителя партии КПРФ Андрея Ищенко, то Павел Николаевич Гурдинин приедет и поддержит население Приморья и кандидата здесь. И он свое слово сдержал. Все мы с вами зафиксировали в голове, это остается, я думаю, что во втором туре выборов победил представитель народа, победил представитель КПРФ. Да, выборы были отменены, ни одно из решений судов его не отменило. Были обращения с моей стороны представителей партии и следственных комитетов, прокуратуру, во все органы. В преддверии Нового года, 2018, переход на 2019 год, Верховный суд Российской Федерации признал, что отмена выборов была легитимной, была законной. Это опять к вопросу о том, можно ли выиграть выборы по суду в буржуазном государстве. Я заранее предвижу, что в случае какого-то факапа на сентябрьских выборах этого года ПРФ опять пойдет судиться с заранее известным результатом. Тут, что называется, к бабке не ходи. Но мы-то с вами понимаем, кто на самом деле победил. Тем не менее, мы сейчас здесь вместе с вами собрались для того, чтобы поддержать. Большой совхоз там работает порядком 300 человек, это 300 семей, выпускают чудесные продукты. Вот все думают только клубнику, на самом деле там не только клубника, там клубника, голубика, там выращивают картофель, там производят яблочный сок, там много чего делают. И там, на самом деле, вот если бы в каждом городе, в каждом экспальном образовании, на каждой территории нашей страны были бы такие совхозы, то я думаю, чтобы вся страна к этому бы стремилась. Хочется от лица всех нас поддержать Павла Николаевича в его сложной борьбе, ему там сложно, потому что противостоять против рейдеров, которые хотят забрать гектары земли, которые стоят на сегодня, по оценкам порядком там несколько десятков миллиардов рублей, это очень сложно. Это в том случае, если вы не мобилизуете местный народ. Тогда и суды сразу заработают по закону, и рейдеры волшебным образом испарятся. Не данный пример, делаю Голунова, когда после поднятой бучи, там каким-то чудесным образом сначала испарились подброшенные наркотики, а потом и уже заведенное уголовное дело. Только в случае КПРФ это не сработает, кто скажет почему, получит лайк от нашего канала. Слово представляется Шестун. Яни, коммунист, представитель общественного движения, Ян, назовешь, да как? День, уважаемые товарищи, соратники, единомышленники. Я на Шесту представляю как КПРФ, так и созданное нами общественное движение, Приморское краевое, общественное движение в защиту прав граждан. Называется оно «Право народа». Это одно из немногих живых движений в нашей краевой политике. К сожалению, это также пример того, как вполне искренние люди попадают в КПРФ-овский идеологический концлагерь. Как и в любом концлагере, оттуда есть три выхода. Побег, смерть и превращение в полицаи. Присоединяйтесь, пожалуйста. Если еще кто-то думает, раздумывает вступить в КПРФ, вы можете прийти к нам и активно участвовать в различных мероприятиях. У нас очень много сейчас и на выборах, также в сентябре этого года. Власти области этой воровской олигархической клики хотят упразднить это поселение, хотят забрать земли сельхозназначения и застроить поля с клубникой, поля с картофелем. Это прекрасная ферма, которая есть у Павла Николаевича. Все застроить многоквартирными домами. Это называется «человейниками». И мы боремся против этого решения. Причем власть изворотлива, власть коварна и власть преступна, поскольку в основу принятого решения Московской областной думы было положено сфальсифицированное решение Видновской думы. Оно было действительно сфальсифицировано. Сейчас жители совхоза имени Ленина борются за восстановление справедливости, за привлечение к уголовной ответственности того руководства, представительного органа Видное, которые и подготовили этот документ, представили его в качестве подтверждения, что депутат и представитель орган проголосовал за объединение, упразднение этого поселения совхоза имени Ленина. Так вот, и требует привлечения к уголовной ответственности. Слышите, они опять собираются судиться. Вы помните, сколько там земля стоит? Чуть раньше говорилось. Как думаете, догадаются эти самые рейдеры с этих денег немножечко занести куда следует? И я прошу в резолюцию также включить, уважаемые организаторы, наши требования о привлечении к уголовной ответственности фальсификаторов. И поддержим Павла Николаевича Грудинина, потому что если мы сейчас не отстоим совхоз, мы не отстоим и нашу страну, нашу родину. Мы все, Грудинин, мы все совхоз имени Ленина. Уважаемые товарищи, у нас на битерке присутствует специальная пролетевшая в Владивосток девушка Кристина. Она уже 10 лет живет в совхозе имени Ленина. И все то, что сейчас происходит там, ей, ну, близко. Черт, а вы выступите, да, Кристина? Добрый день всем. Постараюсь кратенько. Могу сказать, что живу там 10 лет, у меня двое детей, и мои дети... Смотрите, там все секции для детей бесплатные. То есть это и футбол, и баскетбол, и бассейн. И можно перечислять очень долго. То есть обеды, продленка, завтраки в школе, все бесплатные. И все это благодаря Павлу Николаевичу Грудинину. Смотрите, она четко озвучивает, что все эти блага именно из-за одного человека. Посмотрите в Википедии, что такое клиентела. Фитнес очень хорошо оборудованный для жителей. Поселка тоже бесплатный. Там и тренажерные залы, и аэробные залы, то есть кардиозалы, и занятия разнообразные. Все это тоже для жителей бесплатно. Вообще-то, все вышеперечисленнее и так вот рисается с любого руководителя при помощи профсоюза. И при этом у работника нет зависимости от доброй воли и хорошего настроения конкретного владельца производства. Если завтра конкретно вот эта самая женщина по какой-то причине попадет в немилость Грудинину, то она, ее семья, мгновенно лишится всех благ и окажется на улице. И никто с предприятий ей не поможет, потому что он может оказаться следующим. Она этого пока не понимает, а хорошо, если научится на чужом опыте, а не на своем собственном. Также у нас абсолютно, я бы сказала, безопасность в поселке. Мои дети свободно гуляют, я не переживаю. Везде камеры, люди очень приветливые, отзывчивые. все мы, конечно, помогаем друг другу. Могу сказать, такой ухоженности, такой ухоженности, такого порядка я не видела нигде. У нас необыкновенные места отдыха для людей. И все это абсолютно бесплатно. Наши парки посещают, посещает вся Москва, приезжает с детьми, и все просто в восторге, говорят, ну это просто невозможно. Это так красиво, так настолько все продумано, оборудовано. Такого я тоже нигде не видела. В России уж точно. Поэтому спасибо Павлу Николаевичу Грудинину. Это минимальная пенсия? Пенсию федеральной пенсии? Пенсию Павел Николаевич не назначает. Но пенсионерам он помогает. Вот она прямо говорит, что пенсионеры, по сути, зависят от доброй воли Грудинина. Если пенсия это обязательство, то благотворительность это подача. У нас каждую субботу ярмарки. И пенсионерам, я знаю точно, выделяют овощи. То есть все овощи, морковка, лук, картошка, на все праздники их поздравляют, приглашают. Если какие-то праздники, если это, например, масленица, то нас кормят блинами. Всех. Мы приходим, и там всем раздают блины. То есть это постоянная организация досуга. Всего поколения. То есть и младшего, и старшего. Вот, мы все Грудинин. Спасибо. Спасибо вам большое. Действительно, Павел Николаевич доказал, ведь вокруг Москвы был не один колхоз, но были десятки колхозов. И где они сейчас все? Они все разграблены, земля украдена у крестьян, кем-то проданы, деньги выведены за рубеж. Кем-то? Ага. Помните предвыборный скандал с зарубежными счетами Грудинина, который он не успел закрыть? Там построены дворцы, куплены яхты, а крестьянам ничего не осталось. Это единственная острововка, которая доказывает нам. Из чего взяли, что конкретно у этого островка все будет хорошо, если все остальные такие же совхозы в прошлом были, цитирую, разграблены и деньги вывезены за рубеж. Что социалистическое, где хозяйство, она жизнеспособна, и при ней может гораздо лучше, чем при капитализме. Сейчас я даю слово Петруку, Максиму, это кандидат в депутаты Уссурийской думы, наш товарищ коммунистер. Всем здравия. Что хочется сказать? Много слов говорим, о том, что совхоз Грудинина в условиях капитализма организовал народное предприятие. Да, это так. Вот неоспоримо, что это так. В условиях капитализма, социализма. Я думаю, что надо будить народ и говорить не о том, что мы в условиях капитализма, а о том, что мы в условиях феодализма. Что мы пришли к рабовладельческому строю. Вот пример, как человек явно прогуливал политэкономию. У нас рынок рабочей силы есть? Есть. Рынок капитала есть? Есть. Производство товарное? Товарное. Более того, промышленное и муниципиально ориентированное извлечение прибыли. Так что никакой это не феодализм, а самый настоящий капитализм. В принципе, у подобных заявлений многие растут из попытки отмазать капитализм от его мерзости. Дескать, он у нас неправильный, у нас вообще не он, а правильный он где-то там, на западе. Так вот, подобное заявление, это или сознательное вранье, или недомыслие. Здесь скорее второе. Посмотрите термин периферийный капитализм. Будить людей надо именно этим сейчас. То, что вы все граждане России являетесь финансовыми рабами. Либо в кредитах, либо еще в чем-то. Кто-то пять лет назад купил квартиру за 200 тысяч долларов. Что сделала власть? Обвалила курс, и она стала стоить что? То есть, а уехать отсюда что-то сделать? Рабы, практически финансовые рабы. Кто не согласен, что сейчас вот сейчас был пример, выступал губернатор, который пытался пройти легальным способом на выборах. Что сделали? Второй тур, фальсификация, административный ресурс, все что угодно. Отменили. Новые выборы. Что они делают? Они просто запрещают ему идти на выборы. Через что? Через свои законы. И сразу вопрос, а конкретно вы готовы к подобному сценарию в уссуристе осенью этого года? Или опять только по судам? До этого, значит, они вообще назначали губернаторов, то есть прямую раздавали уделы на кормление своим людям. Какой это капитализм, демократия или еще что-то? Чистый феодализм, чистая империя, император, империализм просто. Я же говорю, товарищ кандидат явно прогуливал политэкономию. Если же в КПФ занятия по теории вообще отменили, то у нас в уссуристе есть марш-систий кружок. Обращайтесь, пожалуйста. С главе, с олигархами, с кругом, который его окружает. Вот о чем надо говорить людям. Привязали нас к местам, банками, еще чем-то. Все просто рабы. И дальше что они делают? Они переводят экономику, мало того, что это феодализм, уделы и так далее, переводят экономику чисто в сырьевое русло. Чисто в сырьевое русло. И говорят, что на этой территории должно проживать 15-20 миллионов, не больше. И этого достаточно, чтобы окормлять их, чтобы обслуживать их. А остальное население привезти к геноциду. Зачем оно здесь нужно нам? Давайте отдадим, продадим все китайцам. Дальше там выступления местных активистов, они в принципе говорили в основном по делу. То, что они не могут правильно оценить Грудинина, это не их вина, а исключительно от нехватки политического опыта. В условиях, когда почти вся политика в стране делается с закрытыми дверями, иначе быть просто не может. Но с возвращением публичной политики общей политизации населения этот недостаток быстро уйдет. На этом все, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok